Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Иванова наука на своем канале я рассказываю о том, как сделать всевозможные препараты и удобрения для ухода за нашими растениями и для того, чтобы нагнать урожай, сладость, без покупки каких-либо продуктов, просто домашними способами, своими, как видите, своими руками. На самом деле, ну, не так легко бывает их сделать и что-то придумать, но у меня для вас, как всегда, есть несколько рецептов. Я уже рассказывал, как можно сделать буквально мультибактериальный комплекс из бактерий, улучшающих рост развития растений. Это сейчас такой очень модный тренд, и это не зря, потому что все эффективно работает на основе, например, корнея дуванчика. И сказал, что еще, конечно, расскажу и о других препаратах. Вот один из популярнейших препаратов, которые очень часто используются, это микориза. Микоризные грибы популяризируются где надо и где не надо. Для голубики, для рододендронов, для жимолости, для многих таких вот кустарниковых растений микориза является обязательной для обеспечения урожая. В равной степени то же самое можно сказать о древесных всех растениях, о многих других кустарниках, о хвойных, безусловно, и так далее, и так далее. А однолетние овощные растения, такие как огурец, томат, и так далее, они, конечно, в гораздо меньшей степени нуждаются в микоризе, в отношении этих растений. Особые бактерии, вот как раз о которых я рассказывал про одуванчик, про корни одуванчика и всякие родственные другие бактерии, специальные препараты, обладают гораздо-гораздо большей силой, чем грибная микориза. Но, если уж вы такой поклонник микоризы, для того, чтобы не тратить деньги, или если вы хорошо понимаете, что для голубики и других растений микоризация корней являются важнейшим фактором получения урожая, то вот вам рецепт своей собственной микоризы, которая валяется у вас под ногами. Приготовить ее в домашних условиях можно очень-очень легко. Первое, что вам надо сделать, это найти пырник, залежи, заросли пырника. Вот как правило, как только ты находишь полезное применение какому-то растению, так оно сразу исчезает. Ну, про пырник то же самое. Ну, по крайней мере, я побегал и пырничек нашел. Нашел, накопал пырник. Если там попадется одуванчиков корень, тоже неплохо, пригодится. Вот, смотрите, вот у меня то, что называется корни с корневищами пырника. Пырея, да? Ну, пырея, ну, пырник. Из-за того, что гадкий. И плохо выпалывается. Значит, ну, сейчас я понимаю, что вилами там, все остальное, но сейчас не про это. Вот эти вот корневища, вот с этими вот корнями, особенно, которые вот эти вот тоненькие, вот тоненькие вот эти вот корешочки, они содержат на своих корнях огромное количество микоризных грибов, которые называются гломус. И еще не факт, что в препарате, который там на складах, и вообще, что туда положили этот самый гломус. Определить его лабораторным методом очень-очень сложно. В лабораториях он не выращивается, а на пырнике его навалом. Я уже рассказывал об этом, поэтому не буду углубляться в теорию этого вопроса. Почему на пырнике, и почему, если мы от пырника избавляемся на участке, от чего страдают наши растения. Сужается биоразмразия, в общем, там был целый выпуск про это. Я сейчас остановлюсь только на практическом аспекте. Вот как из этих корней можно получить микоризу, да, кормилицу микоризу и все остальное. Ну, кормилица микориза – коммерческий препарат, а здесь, ну, так сказать, своя такая домашняя микориза. Значит, смотрите, какая история. Если вы возьмете этот пырник, просто закопаете под куст там земляники, смородины, голубики, то он у вас прорастет, и вы потом будете иметь мучение с прополкой. По этой причине нужно просто взять, можно вот эту верхушку отделить, вот так вот взять и оторвать, и все, вот так. И оставить только корневище с корешками. И просто его подсушить, но только не на солнце, а где-то в теньке, для того, чтобы микориза не пострадала. Либо вы можете взять вот эти вот корни, вот как они есть, частичками земли. Вот такую вот горю, вот такую горсточку. Выболтать как следует в ведре с водой, прям выболтать, выболтать. Можно на ночь оставить, на сутки оставить. И вылить просто вот без корешков, вот просто бух и вылить на куст голубики, который требует какой-то микоризации, реанимации этой микоризы. На грядки с земляникой и так далее, и так далее. Все, где требуется эта микориза. Что касается подвяленных корешков, то есть они должны быть такие, но основательно сухие, то вы их даже можете хранить без проблем. Можете даже потом подмешивать в какую-нибудь землю при составлении почвенных смесей, пожалуйста. Они уже не прорастут, они высохли. Но микоризные грибы там не погибнут, они там все останутся. Собственно говоря, когда вы покупаете качественный препарат с микоризными грибами, сухой, то там эти же самые высушенные корешки только не пырея, а люцерны. Чаще всего люцерны желтой. Поэтому вы в сущности покупаете то, что можете очень легко сделать своими руками. Просто на вот такой вот основе. То есть либо выболтали в ведре и равномерненько пролили, но на крупный куст голубики так прям 10 литров надо вылить этого вымотанного отвара. Ой, не отвара, а настоя. Настоя, холодного настоя. А еще варить будете? Не, не, варить не надо. Но вы также, когда этот пырник вынимете из этого ведра, вы все равно его можете подсушить и опять же использовать в сухом виде. Почему? Потому что все грибы вы отсюда никогда не смоете. Большая часть грибов внедрена внутрь корешков, и они все равно не смоются в этом настое, и они все равно останутся. Поэтому вы можете сперва смыть, полить, а потом подсушить, и при посадке всевозможных растений просто буквально, ну вот у вас из этой массы получится там столовая ложка этих корней. Вот по столовой ложечке эти корни разбрасывать, по лункам. В первую очередь древесных кустарниковых растений, и уже в последнюю очередь всевозможных однолетних овощей там, ну, цветов и так далее. Что ж, в обязательном порядке воспользуйтесь этим очень простым советом, который идет от такой науки, что вообще большинству и не снилось. Ну, на самом деле, это очень такие хорошие возможности избежать покупки каких-то препаратов биологических в том числе, и улучшить рост развития растений в своем огороде. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.